До Нового года осталось определенное время, все подводят итоги, стараются где-то что-то не доработали, доработать, подтянуться. У меня тоже работы хватает, и не только здесь. Я в последнее время вообще редко бываю здесь, на своем рабочем месте. Сегодня думаю, ну поработаю. Такая движуха, шум, гвалт. Ну что случилось? Войду посмотрю. Пришел. Видимо не зря. Хочу рассказать вам одну очень поучительную историю, как я сегодня понял. Позавчера едем мы по Питеру после совещания, которое в эти декабрьские дни обычно проводят главы государств подсоветского пространства. Мы сидим в автобусе, президенты, и Касым Жамартакаев, умный, талантливый человек, смотрит, смотрит по сторонам. Питер красавец, конечно, и задумчиво говорит, слушайте, Путину говорит, как будто никуда не уезжали. Я говорю, ты что имеешь в виду? Год прилетел, а мы как будто и не уезжали с прошлого года из Питера. Так быстро идет время. Ну просто мгновение, и год прилетел. Все мы ждем новогодних сюрпризов, праздников, естественно, подарков. Все радуемся. Нет такого человека, который бы, наверное, не радовался Новому году. Но есть одна печальная нотка. Это вот та предыстория, которую я только что рассказал. История, что каждый год, как бы мы что-то там не задумывали, не думали о сюрпризах, мы говорим всегда, кто с печалью, кто в радость, еще один год прилетел. Наверное, это единственная печальная нота, если брать обычные дела житейские, от которых никуда не деться, прилетел еще один Новый год. Продолжение следует...